здравствуйте любители энтузиасты самостоятельного ремонта своего дома сегодня мы опять будем изготавливать рельефный валик для декоративной штукатурки под кожу крокодила вот и как я обещал сегодня мы не будем копировать рельеф китайского валика вот именно обратимся к интернету сейчас я свет немножко да вот обратимся к интернету вот там вот есть вот такая вот я нашел красивый натуральный рисунок из натуральной кожи я его показывал кстати прошлый раз вот и вот что на сегодня я вам хочу предложить ну во первых поскольку валик магазине только нашел 180 ширина его рабочей поверхности 180 миллиметров поэтому раз эта штукатурка вот я все-таки вот такой вариант предлагаю не знаю где то может быть и используется такой вариант но я это честно говорю что это вот это мне пришло как говорится интуитивно в общем я вот так хочу сделать сегодня значит мы вот прокатываем валик вот это грубо говоря хребтина так это спинка это бока рептилии но это животик идет тут я на брошке сделал вот значит когда мы это все сделаем сразу что было все понятно и когда мы сделаем валик вот с таким рельефом получается что вот мы прокатываем прокатываем прокатили мы естественно метр там по подготовленной поверхности вот потом мы переворачиваем его вот и опять прокатываем вот уже вот только четко четко попадаем как говорится по хребту и что да представляете лет вот это получится как бы зеркальное отражение вот если взять зеркало так поставить ну представь что ладонь это зеркало и что у нас получится правильно вот это у вот такая уже широкая спинка получится у нас бочки и вот так и где-то полностью как говорится пласт так называемой нашей кожи крокодила получится уже шириной не 180 сантиметров а 300 так 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 360 миллиметров вот 360 миллиметров но тоже что-то это уже будет вид какой-то другой все вот сейчас я закончу прорисовку закончу прорисовку нашего трафарета потом перенесу его на валик и будем работать вот используя несколько попыток не несколько это уже 3 до и было неудачно я вот попытался добиться используя фотографию в интернете натуральной кожи крокодила вот я нарисовал это спинка это бачок это животик крокодила постарался изобразить более натурально теперь задача стоит как это все перенести на валик вероятно сейчас я сделаю вот раньше был химический карандаш сейчас только я такой почему-то не могу найти может быть плохо искал вот если бы это было нарисовано химическим карандашом то сейчас бы чуть-чуть увлажнить скажем из поливизатора этот рисуночек слегка увлажнить потом прокатить и все бы здесь осталось но сожалению у меня нет такого химического карандаша поэтому сделаю наверное я вот красочкой вы же теперь на этот раз более аккуратные реперные точки нанесу потом уже прокачу валиком и используя эти точки которые здесь отразятся скопирую этот рисунок и потом будем смотреть дальше вот такая штучка получилась так ну теперь согласно согласно нашим рисунку будем переносить сюда да конечно медленно все это дело продвигается но тут спешить конечно нежелательно вот сейчас мы это все дело очертим и потом уже подключим термопистолет и этот рельеф мы уже делаем так как надо после небольшого перерыва продолжаем нашу работу вот сейчас уже нанесены первые штрихи что называется первый рельеф нашего второго валика ну с первым валиком там было немножко по картина более грустная потому что опыта еще не было вот и делал я прям под камеру разговора отвлечения поэтому я как вы видите вот этот уже вариант я уже наношу без камеры и показываю вам результат сейчас я опять камеру отключу на некоторое время закончу работу и обязательно будем смотреть что получилось так работа подходит к своему логическому завершению и вот все таки я решил что завершать мы отливку нашего валика под кожу крокодила будем вместе с вами на втором как я уже упоминал на втором валики работа идет повеселее все таки уже рука увереннее держит термопистолет так что вот когда если кто будет начинать эту работу не надо отчаиваться если первый валик вот как в общем то меня получится не совсем интересен вот так и вот теперь последний ряд идет нашей нашей нашего животика второй наш валик фактически готов к эксплуатации я проверил все нормально нигде не нет пробелов что его можно теперь применять уже в работе один валик в двух на один валик в двух вариациях все с этим со вторым валиком фактически работа закончена теперь третий вариант третий вариант более кропотливый но более как мне кажется более интересный должен быть вот я хочу сделать вот такую же красоту вот здесь во втором валики нельзя было делать вот таких диагональных линий почему потому что при валике когда он поворачивается уже мы вот эта полоса получится допустим она не пойдет сюда она пойдет к верху поэтому тут только вот они должны быть перпендикулярные линии пересечения а вот на этом рисунке если его применять в деле вот этот рисунок то нужно обязательно два валика для этого два валика уже мной переобретены значит смотрим что у нас будет в третьем варианте значит один валик идет у нас вот так допустим да идет вот такой рисунок прокатывается откладывается в сторону ничего тут страшного нет да берется второй вот уже рису валик вот с таким рисунком и вот здесь четко по хребту ну так же фактически наносится вот этот рисунок для чего это да немножко суетливо в работе но зато смотрите какой рисунок получается смотрите вот он идет спинка она вот где небольшой крокодильчик да вот он здесь идет расширение потом сужение так вот он пойдет весь по всей стене пойдет волной как будет мне кажется это интересней довольно и не не намного при нанесении такого рисунка не намного будет кропотливее а в принципе зачем нам спешка мы же не на производстве мы делаем для себя поэтому я думаю все это вполне приемлемо так что в следующем нашем ролике мы будем делать валик номер три ну а точнее вариант номер три который состоит из двух валиков всего вам доброго на этом пока все